И Лита Арксплюй Продакшн представляет. Ну что ж, давайте я покажу, как можно законтрить данного героя. Еще раз напомню вам, что я буду показывать 4 антигероя, потому что выпуск не резиновый и мы будем рассматривать только 4. Но само собой, их гораздо больше. И вы просто пишите в комментарии, например, каким героем вы контрите тролля. Вот и все. И давайте я быстренько расскажу, какие в основном покупают ему предметы. В первую очередь, самый нормальный премярукий тролль покупает БКБ. Когда у тролля БКБ, это очень страшно. Это такая машина смерти. Потом, ему, ну, недовольно сейчас, но в принципе покупает Лотар тоже. То есть, с Лотаром он сможет выцеплять. В первую очередь, тролль с Лотаром это уже антигерой снайпера. Тролль просто берет, входит в Лотар, вылавливает снайпера и там уже просто убивает его в 100% случаев. И третий артефакт частый, это скади. Теперь давайте посмотрим, как законтрить тролля. Начнем с такого самого простенького варианта, Тини. У Тини есть преимущество, это третий скилл. Например, тролль начинает нас бить, ультует, видите, и он идет в стан. В принципе, постоянный стан будет. Но у этого способа есть минус, пока мы не купим БКБ. Когда мы купим БКБ, нам будет все равно на его пассивку. Но у Тини также еще есть в виде и очень сильный прокаст. Вначале он, в принципе, сможет легко тролля убивать. Но это такой средненький вариант, не самый лучший вариант. Но Тини может контрить тролля, опять же. Благодаря своему прокасту и благодаря своей пассивке. Об которую тролль будет встаниться. Все, Тини, пока, друг мой. Далее у нас... Давайте мы пойдем тоже в средненький... Нет, это не средний вариант, это один из лучших. Далее у нас идут разные иллюзиционеры. Я не помню, как это слово уговаривается. То есть, всякие там наги, фантом лансеры. Но лучший в этом деле, само собой, это Хаос Кнайт. Само собой. В чем его преимущество? Когда он делает иллюзии, само собой, тролль не знает, кто настоящий. Ему будет гораздо сложнее уже убивать. Даже если он использует, там, видите, второй скилл, все равно ему сложно убивать. И в итоге троллячек могут убить по-легкому. Вот. Вы видите, что происходит. Они промахивались до тех пор, да, пока работал второй скилл тролля. То есть, вот, Хаос Кнайт, в принципе, по-легкому может контрить тролля. Но есть один минус. Для этого нужно Хаос Кнайту хорошо нафармиться, понимаете? Довольно хорошо нафармиться. Чтобы уже были итемы, были крепкие иллюзии и так далее. Хорошо, идем дальше. Дальше, дальше, дальше. Пойдем тогда теперь через Бэйна, да? Еще контрят тролля такие герои, которые пробивают БКБ. Например, Путш, он может ультовать и пробивать БКБ. То есть, он ультует, станет тролля, и ваши тиммейты бьют тролля и убивают его. Потом, например, Батрайдер тоже самое. Лассо кидает, Бистмастер всякие, Магнус ультует и так далее. Но самые лучшие в этом деле, то есть, в первую очередь, почему Бэйн хорошо идет против тролля. И, к моему удивлению, да не все мои знакомые знали, что ультимейт Бэйна пробивает БКБ. Ему просто все равно. Смотрим. Опять же, само собой, Бэйн, он не убивает соло тролля. Нет. Вы меня внимательно слушайте. Потом комментарии будете писать. Бэйн помогает убивать. То есть, Бэйн ультует, ваши тиммейты бьют тролля. Проверяем. Сначала просто ультуем. Все, у нас ультимейт 5 секунд. Это очень долгий стан. За это время можно хорошо его покоцать. Теперь тролли используют БКБ. Ультуем. Нам просто все равно. Нам все равно, мальчик. Мы ультуем прямо в БКБ. И в это время наши тиммейты бьют тролля. И убивают, в принципе. Даже если у него будет скайд, все равно тролля можно убить. Главное, чтобы он сам в это время не бил. Если тролль бьет, это все. Это попобой. То есть, вы поняли, что Бэйн очень сильно помогает вашим тиммейтам контрить тролля. Давай, братюня. Пока. Спасибо тебе, ты выполнил свою задачу. И один из самых лучших вариантов. Это Джаггернау. Само собой, это его ультимейт. Я не говорю о том, что они должны там соло драться один на один. Конечно же нет. Здесь, видите, тролль выиграет однозначно. Но! У Джаггернау то есть очень сильный ультимейт, который тоже пробивает БКБ. Вы видите, очень хороший дамаг, при том, что у меня... Не убивай. Ладно, нормально, не убил. При том, что у меня Джаггернаун без итемов. А вы помните, я делал видео, когда у нас очень быстрая скорость атаки. Мы во время ультимейта также будем бить с руки. То есть, в принципе, мы сможем соло убивать тролля через наш ультимейт. Но, само собой, его нужно сделать качественно, чтобы рядом не было других врагов. И в этом еще один плюс. Я сейчас вспоминаю, сколько я помню игр, где играл против нас тролль. Он невероятно часто бегает один по всей карте и пытается гангать. И здесь мы его вылавливаем. Само собой, тролль, да, может собрать ватар, я уже говорил. Поэтому мы за Джаггернауто покупаем пыль. То есть, убедим тролль, бегает, юзаем пыль и ультуем. Давайте сделаем так. Заюзали пыль и ультанули. Все, ГГВП, нету больше тролля. Итак, мы несколько раз его убьем, да, законтрим, и у него развитие так остановится. Ну все, мы рассмотрели с вами 4 героя, которые очень хорошо идут против тролля. Пишите в комментарии на ваше мнение, кто является антигероем тролля. И кого я не показал в этом выпуске. И само собой, пишите название героя, на которого мне сделать следующее видео. Да, я покажу его антипик антигероев. Поставь лайк, напиши комментарий, подпишись на канал. Субтитры сделал DimaTorzok